Уважаемые соревнования, приветствую вас в Армении. Это очень важный визит. Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента Российской Федерации, премьер-министра Российской Федерации, вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить вас за это. Конечно, до войны тоже времена были непростыми, но сейчас пришли более сложные времена. Мы надеемся, что в это время мы сумеем улыбить наше сотрудничество Российской Федерации в сфере безопасности в том числе, но не только безопасности и военно-техническое сотрудничество. Конечно, сейчас в нашем регионе другая военно-политическая ситуация, это изменилось, и нужно еще изучить все параметры этой ситуации. Конечно, в ключе стратегического союзничества и дружбы братства между Арменией и Россией, я уверен, что в ближайшем и стратегическом будущем нашей связи улыбляться, улыбляться, и наше союзничество будет более тесным и более стратегическим. Спасибо. Спасибо, Николай, что нашли время для того, чтобы принять нас. Мы прилетели с совершенно определенными конкретными задачами. Вы знаете о том, что после подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерд-Очинский коридор. Мы, естественно, обеспечиваем подвижение и возвращение туда. Дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, теперь уже налаживанию мирной жизни в Карабахе. И с нашей стороны, конечно, главная задача – это недопущение второго пролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный Главнокомандующий. Мы, безусловно, намерены настроены ее выполнить. Помимо этого, мы намерены обсудить дальнейшую жизнь здесь и работу наших вратворцев, что для этого надо. Ну и, естественно, все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии, и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом, надеемся ее реализовать. Спасибо. Спасибо.